Привет, дорогой зритель! Я твоему вниманию хочу представить наш проект от команды Аниган, построенный на вселенной токийского гуля. Если ты поклонник аниме, то тебе как раз к нам. Но если ты его не сильно любишь, то не расстраивайся, мы скоро откроем новые проекты, которые будут основаны на совершенно других вселенных. А на каких именно? Решать тебе! Мы очень ценим наших игроков и всегда выслушиваем идеи и исполняем их. Благодаря им у нас присутствуют такие уникальные возможности, как надевание разнообразных масок для скрытия личности, поедание трупов людей, будучи гулем, а также открытие новых способностей. А если ты стал следователем, то ты сможешь перерабатывать поврежденного гуля в оружие под названием Квинки. Также мы имеем свою собственную кастомную карту, которую постоянно обновляем. Заходи и играй! Все ссылки в описании. Здорово! Сегодня я стал свидетелем одного из самых мерзотных, на мой взгляд, случаев, когда челики на администраторах реально переходят грань. Когда я записывал несколько крайних роликов, и они у меня были не особо урожайными, если вы могли это заметить, то я думал, что я уже исследовал Дарк РП и свой нарник на полную. Я встретил там все, что только можно и нельзя. Охеревшие донатеры, которые пренебрегают правилами Дарк РП и правилами администрации, а также наборные администраторы, которые могут также покрывать своих донатных друзей. На фоне сегодняшнего ролика все, что происходило до него, это ну просто детский сад. Пока я монтирую этот ролик, я уже думаю, что он получится у меня достаточно долгим из-за объяснений или же просто из-за обилия контента. Забегая вперед, хочу сказать то, что нарушители получили наказание за свои нарушения, но я этим не до конца доволен. За год у нас уже сложилась с вами такая тенденция, что если я делаю какой-то очень длинный ролик, 40 плюс минут, то, скорее всего, зрители будут его анализировать и смотреть более внимательно, чем какие-то остальные. Поэтому смотрим ролик внимательно, вникаем в суть, анализируем и потом впоследствии понимаем, почему я все-таки недоволен. Если тебе не нравится, то если уйду и появился робот, тебе должно быть на это говорить даже после. Теперь плавно переносимся на сервер. Как вы можете заметить, я уже играю за профессию ГОСа, я собирался пойти патрулировать город. Но на моем пути встала такая РП-ситуация, где чел на ФБИ начинает безосновательно просто поливать говном, на чем свет стоит срать человека, который просто как-то решил спровоцировать полицию. Ни один человек такого не заслуживает. По правилам сервера это нарушение пункта нон-РП. Если вы продублируете такую же ситуацию на любой другой сервак, то вам выдадут либо неадекват, либо все то же самое нон-РП. А что, мужчины? Хорошо, хорошо, мы-то. А что случилось? Блядь, сейчас арестованная, ты арестованная. А за что вы что? Все, пошла нахуй. Я не шлюха, блядь. Ты шлюха, блядь. Ладно, пойдемте его пизданем. А почему он это делает? Привет, у меня жалоба на Кензу. Он играет за директора ФБИ и ведет себя не совсем адекватно на этом посту. У тебя демка есть? Да, если что, у меня есть демка, но ты тэпни. Он просто... Человека пока ставил лицом к стене, он оскорблял его, постоянно спамил оскорблениями, кричал в микро. Йо, да, что такое? А, сейчас, ну... Так, смотри, заходи в любой голосок. Понял, сейчас. Нет, Кензу, нет, 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 нет. А, я же объяснил уже. Смотри, ты же за директора ФБИ разбирал... Да, дай мне сначала, покажи алло. Ну, послушай, я вопрос просто задам ему. Вот ты за директора ФБИ с ФПС-ом бегал, возле ПУ ты человека лицом к стене ставил, которого убили? Ты можешь, Панамон, ты можешь мне демочку показать, пожалуй? Подожди, не перебивай, да, я расскажу. Ну, пару сек, подожди. Кензу, было ж такое, то, что ты на человека орал, пока пытался его арестовать и повязать, будучи ФБИ? Хорошо, всё, ты ситуацию рассказал, покажи теперь демку. Я не рассказал ситуацию, я вопрос задал, я жду его ответа. Ну, ты никак это сейчас не докажешь, просто покажи мне. В смысле не докажешь? Ну, дай мне ответ услышать, Кензу, ответ будет, нет? Отчего, отчего, я только зашёл, блядь, ты там рассказал, закончил, рассказывать, пока ты скоро досидел. Ну, я тебе ещё раз спрашиваю, вот ты за директора ФБИ человека лицом к стене ставил, и пока это всё происходило, ты его постоянно оскорблял, то неадекватно вёл себя, и из-за этого потом челик, который с тобой бегал, он, кажется, его убил из револьвера. Ну, такое было ж? Ну, я спрашиваю, было это или нет? Давай, покажи просто. Нарушение правила ввода в заблуждение, а также уход от ответа на прямой вопрос. То есть, до моего вопроса он меня прекрасно слышал, прекрасно знал, что будет там какая-то демка, он знал, что я хочу у него что-то спросить, но как только дело доходит до самого вопроса, он тут же не понимает, о чём идёт речь, и начинает включать дурачка. Администратор разбирающий ЖБ никак не препятствует такому поведению на жалобе, и он игнорирует это нарушение. В смысле? Что в смысле, ты можешь ответить на вопрос, было такое? Ну, я не понимаю тебя, ты охуево рассказал. Ну, ты человека лицом к тебе не ставил, и постоянно просто поливал его говном. Ой, и вопрос, у нас там столько ИРП вызовов, это пиздец, там чужой, смонтировка около машины быстрее, там автомобили. Да, 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 конечно. Лом. Мне тут интересно, столько всего, я все что-то вообще разбираю. Как это вообще понимать? А шо тебя не устраивает? Я жалобу подал, мне не устроило твою игра за ФБИ. А мне не устраивает, что ты её затягиваешь максимально, братан. Зайди в канал в Дискорде. Так я захожу, чем ты недоволен. Я просто ни у кого никогда не будет. Всё, не пизди, давай я захожу. Воня, всё, неадекватное поведение, до свидания, бля, братан. В банному. Всё, что за долгая. Доигра, выражающая. Неуважительные отношения, скрепление на разборках, а бан сколько там? Ну, короче, банному, давай просто и всё. Там, самому РПХ2, ну, не попадешь, я не знаю, что у него там, блядь. Чё? Ну, шо, поди, если? Ну, РПХ2, блядь. Чё он несёт, нам? Чё-нибудь, могут, да и, короче, я пойду. До стола уже. Куда заходить конкретно? Привы за вас с кучами ситуаций. Первый игровой канал. Там, где сидит Кензи и Стаска стяжка, ну, а... Блядь, блядь, я пизец, я ображаюсь. Наконец-то, ура. Да что, кстати, жалоба, на ферр РП, нон РП, ПГ, фейсила, нон РП, нон РП. А, нон РП, то что... Ну, то что ты всё офигула. Братан, тут, в принципе, срок большой, очень большой, я это не переживу, я не хочу бана, это просто ужасно. Ты можешь перестать демогу, и разводите клоунаду? Ты себя больше неадекватно ведёшь. О, господи, братан, заткнись и не позорь себя, господи. В смысле, почему заткнись, зачем ты мне рот затыкаешь? Потому что ты ведёшь себя неадекватно на разборке. Я себя неадекватно веду, я жалобу подал на тебя. Да, ты себя ведёшь. Ну вот именно, что неадекватное поведение. Ну, ты посмейся. А не спроси. Может, действительно, что-то потом смешное найдётся. Ты сидишь, сидишь, выпукиваешь тут без демки, я не понимаю вообще, рофл. Да, закрой ебало уже, господи, зачем ты не мешаешь? О, блядь, ну всё, братан, чекотянное, адекватное поведение. Так это ты себя сейчас, как обезьяна, ведёшь, что-то постоянно спамишь микрофон. Ты совсем дурачок? Это какая-то дешёвая провокация, или что? Вот, смотри, демп, сейчас тебе покажу её. Типс-клэнфиш, он ещё хуя щит. Три дня. Тут уже три дня. Три дня, четыре нарушения тут вызвать. Лаймер Б уже даже, тем более. Да, такой тип смешной. И чё? Вы смотрите, нет? Ну, так вы смотрите демку, вы уже увидели? Мы смотрим. Да не Даня, не Милер, а Олег Орехов. Ты из сервера вышел, когда я зашёл? Если что, я уже здесь им показываю демонстрацию. По идее, они должны были посмотреть, но они общаются о чём-то своём отдалённом от жалобы. Плюс к тому, что ещё на жалобе это и присутствует чел, который никак к ней не относится. Он просто зашёл с ними попиздеть. Как итог, я нахожусь в дискорд-канале, где сидят помимо меня три выродка, которым вообще не нужна моя демка. Хотя они зачем-то очень сильно просили её показать. Олег, ну зайди обратно, поиграть надо. Ну, я показал фрагменты. Ну, в смысле, ты ничего не показал, покажи демку. Ну, ты не видишь, что я показываю? Админа не видел, я тоже не видел. Ой. Ну, то есть вы сидели хуйня сейчас страдали, вместо того, чтобы смотреть? Это золото. Олег Рехов, ты думаешь, что у тебя есть будущее в наборке? Олег, у тебя там нет. Или нету, или очень мало. Алло, вы как-то будете дальше жалобу проводить? Нет, вы будете смотреть? Нет, братан, братан, братан. Давай по новой. Ты начинаешь записывать демку. Оскорбляй меня, давай вперёд. Зачем мне тебя оскорблять? Ну, ты уже оскорбил меня, пожалуйста. Оскорби ещё раз. Во-во-во-во, демка на оскорбление. Так, вы можете мою демку посорить? Из-за жалобы, которую я подал. Я хочу, чтобы ты меня оскорбил, и я пошёл плакать в подушку, пожалуйста. Давай, показывай. Итак, ну что жалоба? Его убили, я его не арестовал. Я конкретно говорю о том, что ты, пока его пытался арестовать, ты его постоянно поливал говном, что не особо адекватно для директора. Ну, может, даже человек такой. Слушай, что же мне не нравится? Не от ту регламента по поводу отношения, типа, госов к людям. Я могу вести себя какого-то... Они уже посмотрели мою демку, спасибо им огромное. Но для меня странным остаётся тот факт, что челик, на которого я подал жалобу, объясняет мне, почему он всё же не виновен. Но это делает как раз-таки он, а не администратор. Администратор должен этим заниматься. Он должен обсуждать ту ситуацию. Единственное, что сказал админ, это то, что, ну, человек может быть такой, и всё, блять. Причин, почему не заинтересован конкретно админ в этой жалобе, может быть масса. Одна из них, это то, что его друг и как-то не камельфо банит своего кореша даже на 10 минут. Вторая, ну, может быть, он просто не хотел, сука, разбирать жалобу. Отсюда вырисовывается резонный вопрос. Нахуй ты её взял? Ну и третья, самая адекватная причина, на мой взгляд, это вот человек такой вот долбоёб мне попался на администраторе, который не знает, как выставлять границы в общении во время проведения жалобы, чтобы никто друг друга не перебивал, никто не спамил микрофон и так далее. Но оно ему нахуй не нужно. Ну, просто потому что человек вот такой. Пусть мне это администратор объясняет, который разбирает жб. Ну да, я тебе объясню, потому что это хелпер, это ещё новенький. Просто пойми, тут я тебе могу объяснить, чтобы у тебя вопросов не было. Я попросил, чтобы мне администратор объяснял, а не тот, на кого я жб подал. Ой, блядь, господи. А, ну директор, может быть, знал, что тут сложного. Вот именно всё, я тебе то же самое сказал. Директора плохой день, что тут такого? Да, всё, у меня плохой день, нет? Я вообще злой, пиздец, сейчас ты меня забанишь, я пойду подушку плакать. Тут у меня вообще уходило где-нибудь, пиздец, я заплачу, нахуй. Там, пойду, я не знаю, блядь, поверюсь. Ты просто его мог уволить за неадекватное поведение и всё. Вот именно. Это нарушение правила на НРП, это неполная отыгровка роли директора ФБ. В смысле, блядь, братан, давай я сейчас открою форуму ради тебя специально, уделю тебе больше внимания, чем какого-нибудь ревну. Ну, НРП в чём? Ну, одно дело просто один раз кого-то нахуй послать, а другое дело просто стоять секунд десять чела поливать по-моему без особой на той причины. Братан, если тебе не нравится, что тебя оскорбляют, ты берёшь, заходишь за бандиты и ебашишь меня. Нет, я не хочу нарушать НЛР и фрикил. Зачем? А если тебе не нравится, а топ я себя веду, ты не пишешь жалобу, потому что ты её проебёшь. Ты заходишь за бандиты и убиваешь меня, потому что ты её проебёшь, потому что ты её проебёшь, потому что ты её проебёшь. И тогда всё будет честно. А с чего ты взял то, что я жалобу проебу? Ну, ты её уже проебал. В чём рафу? Тут НЛРП нету, короче. Ты проебал жалобу. Тебе даже обмена это говорит даже по сути. Ну, админ без особого энтузиазма её рассматривает и разбирает. Он её рассмотрел, он её сказал, посмотрел демку. Он разобрал твою жалобу и сказал, что на НРП не было. Да, вы не помните, как вы демку смотрели? Я сначала первый раз её включил. Я смотрел демку. Блядь, золотой. Блядь, Олег. Ну, вот твоё мнение чисто. Твоё мнение на неё. Ну, тут нет НРП. Причём тут Олег какой-то? Причём тут другие люди присутствуют? Потому что у меня просто был не к раньше Олег. Да, мы, наверное, вместе жалобы разбираем. Ну, значит, и выговоры вы тоже будете сегодня вместе получать. Вот именно. Поэтому твои претензии тут без смысла, да? Да, если что-то не устроиваешь, жалобы на форум. Подай на меня ещё жалобы. Я хочу ещё жалобы с тобой. А зачем ты начинаешь такую клоунаду разводить? Крянем минус ряду. Ты вот это ёрничаешь к чему-то. Ты думаешь, это смешно? Не позорься, не позорься, братан. А чем я позорюсь? Ты позоришься. Чем я позорюсь? Ну, давай, расскажи мне без клоунады какой-то. Чем я позорюсь? Ну, вы пукивы, это я уже слышал. Скажи что-то новое. Если ты хочешь как-то посраться или же вытянуть на конфликт. Пытаюсь. Нет, пойми, пойми. Я говорю, он меня перебивает. Мой единственный выход. Так ты говоришь всё жалобы, абсолютно. Ты спонишь какую-то хуету. Давайте по одному же, а? Вот он перебивает мне, что я сделаю, обеихно брать. Ты говоришь без остановки. Какой смысл? Говорить, что я тебя перебиваю, если ты сам не затыкаешься. Даже сейчас, вот смотри. Я тебе могу дать право голоса, право тишану. Помогите. Право голоса. Не у тебя мне спрашивать право голоса. А у кого, у кого тогда скажи? Ну точно не у тебя. Ты себя непонятно кем разомнил, хотя ты по факту какой-то там, блять, спонсор. На каком-то серваке. И не более. Какой-то спонсор. Даня, пошли обратно. Стой, подожди. У меня есть Дэнк, как он... Неодвократное поведение у него. Насколько он на похуй разобрал мою жалобу, и насколько же он сразу активизировался, когда у него появилась возможность забанить какого-то обычного игрока, юзера, не какого-то донатного администратора. Он всю жалобу сидел, хавал то, что вместо него, на жалобе, как администратор, разговаривает челик, на которого пожаловались, хотя этого в принципе никогда нельзя допускать. Потом, в какой-то момент, уже мне начал затыкать рот какой-то третий выродок, который сидел вместе с ними. Ну, они с ним обсуждали отдаленно какие-то от жалобы темы, пока я пытался показать ему демонстрацию. У кого? Это чё там, это пич 5 и... У тебя? Не, ну два максимума. Ты серьёзно, блядь, ты мою жалобу без особого энтузиазма рассмотрел и хочешь меня нахуй выкинуть с сервака? У него жопа-то сгорела просто, блядь, до костей. В чём у меня жопа-то сгорела? Я просто не понимаю. Я зашёл поиграть просто на сервер. Скота обнести уже. Скота обнести уже. А в чём у меня неадекватное поведение? Ты сидишь, клоунаду разводишь? Помолчи, дай мне скотки, не перебивай меня. Я вам уже говорил про такой тип людей, которые будут просто любую хуйню, любую ахинею нести, и даже просто спамить в микрофон, для того, чтобы не дать вам возможность сказать что-то в своё оправдание или же в обвинение того самого челика. Так вот, это тот самый игрок. Ну, уважительный человек, не буду его конкретно обозначать. Я тебе говорю, ты меня слушаешь, ты говоришь, я тебя слушаю. Всё честно, блядь. Тинозин, смотри. У тебя грубейшее нарушение правил или администрации, или поведенный разбор. Я не помню, что там точно. Но к вам я помню. За закрабленные разборки даются 3 часа, при повторных нарушениях 3 дня. Да, привет. Да, вот. Вот тебе куратор, короче, вот он. Да, 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 супер. А теперь закидывай сюда Стаса, Кенза и Олега Орехова. У меня суть ситуации в том, что я играл на Омоне. Увидел то, что человек с ником Кенза бегал, адекватно себя вёл на посту ФБИ. Это телефон работает. Вот. А сейчас я игру выключу. Я тебе скажу лично своё мнение. Это просто золото. Это золото. Твоё мнение сейчас вообще никому не интересно. У меня повторная жалоба. Как ты и говорил, подай на меня ещё одну жалобу. Я подал, но уже более компетентному администратору, чем вот эта... Я играю за Омона, вижу то, что Кенза играет за ФБИшника, за директора ФБИ и не совсем адекватно себя ведёт. Он без каких-то оснований берёт просто челика спамит оскорблениями, которого собирается арестовать. У меня с ним бегает какой-то другой чел, который просто крутится, как Юла, с револьвером в руках, расстреливая воздух вокруг себя. Так это же кайф. За тем челик, которого то, там постоянно пиздак открывает, ребят. А чё вас тут так много? В этот момент залетает ещё один долбоёб, который оказывается ивентером этого сервака, и он начинает просто намеренно мешать проведению разборок в дискорд-канале. Он прекрасно понимает то, что в этом канале сейчас находится также куратор сервака, но зачем-то продолжает мешать, перебивать, издавать какие-то звуки, периодически заходить-выходить и делать это всё несколько раз. Жалоба идёт. Прекрасно, что ли? Блин, какая жалобость. Потом мы разберем. Давай, ну похуй, я один. Жалобы разбираются в игровых каналах, парень. Не, в отритенце, пойми, я всё понимаю, да, но просто я тебя прошу, по-другому числе, дай его послушать, он нереально смешной. Говори из... Адама. Давай, Адам, я слушаю. Саму суть я рассказал, он себя неадекватно ведёт на посту ФБИшника, ну, в силу своей профессии. Увольте его и всё. В чём проблема уволить? Почему вы постоянно перебиваете мнение, давайте сказать. Вы на той же... Блин, давай. А, господи. Я не могу, ну это реально пиздец, он такой смешной. Что за долбоёбы, господи. Хорошо, давай. Сначала я пытался зайти в дискорд-канал, мне было трудновато найти конкретно дискорд, вот. И чел постоянно спамил в микрофон. Потом я ему сказал то, что ну ты клоунаду какую-то разводишь, типа ты ёбнулся совсем. И он начал давить на то, что у меня оказывается неадекватное поведение, и мол мы об этом поговорим в конце жалобы. Ну думаю, ну окей, хорошо. Далее мы переходим в дискорд, я включаю демку, а оказывается они были заняты какими-то своими делами, и демку не смотрели в самый первый раз. Я сидел, блядь, ждал секунд 30-40, пока они посмотрят. Я говорю, ну чё, ребят, посмотрели, увидели, услышали. Да нет, покажи ещё раз давай. В итоге, на протяжении всей жалобы, Кенза устраивал какую-то, ну сплошную клоунаду, вёл себя как чисто обезьяна в итоге. И не давал почти, ну ни слова сказать. А на это всё как раз администратор, который разбирал, Стас Костяшко, он закрывал глаза, вообще никак это не пресекал. Не дал нормально мне тут просто объяснить, в чём нарушение у Кенза. И сказал то, что тут нету никакого нарушения на НРП. Ну типа я, например, считаю, что если ты за ФБИшника играешь, то какая-то доля адекватности, ну, должна у человека присутствовать, чтобы отыгрывать эту роль. А не делать то, что происходило у меня на демке. Я могу ещё раз показать, если конкретно тебе это сейчас будет интересно посмотреть, Иван. Мне конкретно интересно, вот я когда с нейросетью работал. Да, ребята, это неадекватно себя ведёт, и вентер этого сервака наборный причём. В первый раз, когда он издавал какие-то звуки, я на это особо не отреагировал. Но он второй раз намеренно заходит и берёт какую-то хуйню, вкидывает не по теме. Я уже как-то не захотел это терпеть. Которая текст озвучивает. Сука, вот там один в один был. Ты какие-нибудь программы используете? Ребята, а чё за клоун здесь сидит, ещё один с надставой? Ты... Что ты сказал? А у тебя чё, со слухом плохо или тебе повторить? Причина бана, оскорбление. Спасибо за то, что играете, у нас всего с... Ну, вы как бы видели, чё происходит. Какой же, блять, пиздец. Ладно, хорошо, если тут даже и вентера так себя ведёт, как свинья ебаная, видит то, что человек пытается жалобу... Ну, объяснить. Первый раз не получилось, во второй раз не получилось. Мне дали какого-то администратора, который может помочь разобраться. Пришёл какой-то хуй, начал меня перебивать, периодически заходит, выходит из канала, вот. Получает, естественно, ответ. И он сразу с этого же сгорает. Типа я, например, должен сидеть хавать всю хуйню, которую он на меня выливает, а он, ну, хавать это не будет, он меня сразу же забанит с сервака. Слава богу, что я на короткой ноге с создателем сервака. Слава богу, что у меня ещё и демка на всю эту хуйню пишется. Слава, здравствуй. Привет. А чё, всё закончилось? Дальше я ускорю. Мы ещё около 10 минут заново переразбираем эту жалобу, но уже лично вдвоём с куратором этого сервака. Затем мы уже приглашаем снова одного из долбоёбов, и он, на удивление, оказывается очень-очень адекватным. Ну, по совместительству я тогда уже отключил его из мод. Причину его адекватности вы уже можете сами понять. Долбоёб, который вмиг успокоился, уже третий раз, как проводится эта жалоба, пытается занять всё своё экранное время каким-то непонятным пиздежом, абсолютно вообще не по делу, пытается спорить с куратором этого сервака, который считает, что на НРП тут уже есть. Он хочет повторить ту же самую ситуацию, что было со школьником-дебилом на администраторе, который не смог ничего противопоставить ему. Он просто сидел и слушал этого придурка. Ну, я уже решил в третий раз это не повторять и просто встрял. Ну, потому что, вариант, хорошо, на НРП, здесь это в разрез артологики, всё правильно? Да, и там есть внизу пример, растягивание верёвки, это пример. В данном случае, на НРП, ну, я не знаю, как пример-то сделать. Ну, потому что, смотри, мне кажется, полицейский не будет оскорбляться. Человек, который садит в полицию, он просто ничего не... Он просто его отведёт и арестует. Ну, короче, человек, как бы, я так понимаю, оскорблял? Или что он делал? Кто кого? Да, он умственно отсталым назвал меня два раза. Ты посмотри, какой бедняжка. Его, бедного несчастного, ни за что обозвали умственно отсталым. Причём аж два раза. Какой же я всё-таки козёл. Ни за что, ни про что гондона закибербулил. Ну, представляете, а? Ну, не два раза, я спросил. Ну, он назвал меня умственно отсталым за то, что я вкинул то, что он с программой для изменения голоса сил. Ну, поговори, мужик, ну серьёзно. А, это всё, что ты делал? Ты слышишь это? Это же, блядь. Ну, да, морф какой-то, ну. Ну, это всё, что ты делал? Из-за чего у меня такая реакция была? Ну, я скажу. Блядь, щас, подожди. Что ты не слышишь опять? А что я ещё делал? А, то есть ты ничего до этого не делал, что могло бы вызвать такую реакцию? Что я делал? Окей. Я посмеялся, я... Давай я тебе уже, не знаю, вот как детям в ветсадике, их на палочках, с помощью которых люди считать учатся, может быть, тебе так будет понятнее. Я сижу здесь, у меня жалоба на человека, даже на двоих администраторов, и ты заходишь периодически, начинаешь перебивать специально, мешать нарочно. Я не перебивал и не мешал. То есть и ты этого не делал? Мне демку поднять, где ты это делал? Я губами делал вот так, потому что мне... Пойди губами сделай, не знаю, кому-нибудь под стол вот так вот. Но когда челлики жалобу разбирают, веди себя хотя бы немножечко адекватно, или хотя бы просто узнай, что тут происходит. Ладно, короче, я понял. Ладно, вдруг всё, ну может быть, да, я был где-то неправда. Короче, ладно, вопрос снят тогда. Группа машину в воздух подкидывает, там, засвященника всех, этот, книжкой поджигает. Это же не является НОНРП. Ну там я не знаю, что ещё. Ребята, а что в Кимогреге разогнать? Что, типа, типа... Нет, братан, не перебивай, подожди, я объясняю Ивану. Иван, вот. Там, простите, как на веревке, тот же пример написан, но это уже НОНРП, да. Тут не доебаться, в любом случае. Боя, наказание за, я не знаю, блядь. Нет, не перебивай. Да что не перебивай, ты уже третий раз, как мы разбираемся, ты о какую-то хуйню гонишь. Слушай, я сейчас уже начну тогда просто перебивать после твоей вот этой сраной просьбы в сот раз. Перестань, перестань, не объясняю Ивану. Нет, нихуя, ты себя вёл как свинья, две жалобы подряд, и не давал мне нихера сказать. Я говорю, ты меня перебиваешь. Ты высказывался две жалобы подряд, на которых меня никто не слушал, я не хочу, чтобы третья жалоба была такой же, блядь. Братан, я рассказываю, не перебивай. Ты рассказываешь третий раз, я не буду тебя слушать, я не дам тебе возможности просто третий раз запиздеть администратора. Что нет? Я буду просто издавать какие-то рандомные звуки, или же говорить какие-то слова, которые будут тебе просто мешать рассказывать. Смотри, видишь, он мешает, он мешает Да, я это буду делать намеренно, потому что ты это уже делаешь третий раз Вот, видишь, Иван, ну то есть Ну, видишь, человек мне рассказывает, что ты делаешь так уже третий раз Иван, пойми У меня на это все демка есть, ты до сих пор не допер? Ты отыгрываешь роль директора ФБИ, который напрямую отвечает за поведение сотрудников Блядь, и это нигде не написано Это нигде не написано, хорошо Подожди, у меня вопрос, вот ты в туалет ходишь как по-большому, ты на пол срешь Или же ты ходишь все-таки, ну, на унитаз ты садишься Это ж тоже нигде не написано, как нужно правильно ходить, к примеру, в туалет Не, ну типа, может быть, я не знаю, тебе по приколу дурачка из себя строить Нигде не написано Ты на все, на все претензии к себе отвечаешь следующим образом Да нигде не написано то, что нужно было делать вот так Ты играешь за директора ФБИ, и ты ведешь себя как животное на профессии ФБИ Я уже говорю не только я об этом, а также администратор, который разбирает уже в этот момент жалобу Хотя бы более-менее адекватно, в отличие от первого администратора Ты сидел две жалобы подряд, тупо разводил гидемагогию, бля, пытался как-то дешево рофлить с меня Непонятно почему, я повода даже такого не дал Хотя, подумаешь, ну, всего лишь на тебя пожаловал Начал из этого такую комедию строить Вот, я вот сейчас улечу на такой огромный срок Нахуя это все нужно было? Если можно было бы просто адекватно поговорить, посмотреть демку Нет, ты начал из, не знаю, из нихуя просто пытаться насмехаться Потому что это смешно, когда я, типа, объясняю А он, ну, не выкупает ничего, я ему объясняю, что это так Каким ты образом объясняешь? Ты пытаешься какую-то, не знаю, комедию, блядь, выстроить из этого Вот, какая-то челядь на тебя посмела пожаловаться Ты свое представление как раз-таки обрисовал именно так Ты причем еще хотел меня подтянуть за неадекватное поведение Хотя ты всю жалобу себя вел как раз-таки неадекватно Ты перебивал, ты не давал сказать ни слова нормально Вы не смотрели с администратором мою нихуя демку? А если и посмотрели, то администратор тупо закрыл на твои нарушения глаза Так у него же не только НРП нарушено А что это? Ну я же говорил, вот заблуждение ты сам об этом сказал А, блядь, блядь Это тоже, блядь, я забыл Надо сейчас перепанить А если чел видит, будучи администратором, нарушение чье-то прямое И игнорирует это? Да, он может банить, это халатность Ну вот у него тогда и халатность Он видел фпс-нарушение, то что он ровно так же себя вел Просто не издавал звуки какие-то Бегал-прыгал с револьвером в руках Ну он вообще, вообще, он даже не сказал успокоиться Он просто стоял дальше Что там еще вымезет? Как с этим, как стяжка, да? Он нормально не разобрал жалобу Закрыв глаза на нарушение Ну, как бы, вот и все Еще хотел мне выдать наказание за неадекватность Которая как особо и не было Вот вы разбирали жалобу У меня на вас пожаловались То, что вы халатом собрали жалобу Это правда? Алло Алло, не знаю Не знаю, вы можете состить им Эдишник скинуть? Сейчас Зал то, что, ну... Как сказать? Ну как... Как думать, как вы говорите? Сейчас Типа то, что там не было номер П Почему? Ну, может, у этого плохой день Ну, по факту Ну Типа у вас у всех одна отговорка? Вы, типа, там все Втроем ее думали? Ну Ну, смотри Ты стоишь на высокой должности У тебя плохой день Че, мне пойти всех оскорблять? Ну, что же Так, ну, за Тогда основанный ответ Почему вы пропустили нарушение? Если вы скажете, что его там нету То почему его не было? Давай честно, смотри Если ты сейчас честно ответишь Прям честно-причестно Реальную причину Почему ты закрыл глаза На это незначительное нарушение То, возможно Возможно Мы подумаем Насчет того Наказывать тебя Или не наказывать Потому что Нарушение правил Уже у тебя есть серьезное Недоказан Ты знаком был до этого С нарушением? Ну Не так уж и сильно Но Да Типа, ну, как сказать Типа Просто знакомый Может Пару раз Ага И ты на протяжении всей жалобы Закрывал глаза На то Что он пытался провоцировать На неадекватное На то, что он спамил В войс-чат Без остановки Не давал сказать нормально Это же все было Это Это на демке А, вы хелпер А, вы модератор даже Было некому Потому что мэра не было То есть вами Вот Вами Младшим хелпером Управляет Просто Донат Донат Который просто пойдет И он на вас пожалуется И вы не сможете Человеку еще ответить Правильно? Ага А почему? Почему вы умеете Просто ответить что-то человеку? У тебя старше вас Но вы же ответить можете ему? Могу Я тебе могу ответить почему Давай, я послушаю Потому что первые два раза Он сидел Просто хавал То, что Чел на Кенза Спамил Без остановки Мешал Пытаться разобрать Жалобу Тем, что я Якобы Выпукиваю Какую-то хуйню То, что я Очень смешной Он и на это Глаза закрепил Ну, короче, клоун Как я понял Ну, да Как бы Из-за этого Из-за этого Админ Вообще Ничего не сделал Он Никак это не пресек Вынимаешь Всю жалобу Так и Ну, проходило А можно посмотреть? Мне даже интересно Да без проблем С первым гандоном На Кенза Мы уже разобрались Он отлетел В бан за нон рп А также был Сняться Своей донатной Привилегией Далее на демке Я ищу фрагменты Которые показывают Что этот администратор Который разобрал Мое жб В самый первый раз Такой же ублюдок И гандон Которого мы наказали Немного ранее Если на 28 минуте Вам все еще Недостаточно Каких-то фактов Или же доказательств Того, что я попался На реальных ущербов Как донатных Так и наборных То я умываю руки И не буду вам Доказывать в комментариях Обратно Или же свою правоту Я предоставляю Эту возможность Зрителям Которые смотрят Мои ролики Достаточно внимательно И способны Анализировать Какую-то ситуацию Или же то Что происходит у них На экране А вот Все, я нашел С какого момента Уже будет прям ясно Ты из сервера вышел? Куда я зашел? Они о своей какой-то Хуйне разговаривают Хотя хотели Очень сильно демку Они у меня По несколько раз Просили демку По-моему Прямо желали уже Молились уже Ну ты уже Оскорбил мне Демку на островление Он уже на меня Понимаете Жалобу пытался Собирать Компромат Чтобы Меня нахуй выкинуть А не чела На которого я пожаловался Блин Люди гениальные Стаса Зачем ты начал делать Вообще? Алё Алё Хуем Пол бы не далё Зачем хуйню Такой занимаешься Всё? Опять в раздумье? Да Если головы на плечах Нет То понять Что я нет Нечем Ладно Продолжаем дальше Может это за человек Такой Слушай Что же мне нравится? Это твоё Оправдание Человека Который нарушил Правила ННРП Без особого Энтузиазма Рассмотрел И хочешь Меня нахуй Выкинуть Сервака У него А вот тут тебе Стасик Смешно было На туре На человека Не поржать Который Жалоба Уходов Не У вас там Может быть Кружок Вот анонимных Алкоголиков Наркоманов Существует А у вас Этот Кружок Умс на отсталых Сопа сгорела Просто На кости Тебе тут Еще смешнее Вы согласны С нарушением Халатности Икс 2 Да Ну да Ну человек Такой Просто Понимаете Слушай А тот Снят Получается Да Который Спонсор Хрен знает Какой Да Ну да Да Мне скинули На него Что он там Еще нарушил Не хватило Так Что там Олег Орехов Что там Оскорбление Здравствуйте Олег Олег Здравствуйте Ну привет Здорово Придурок Давно Не виделись Ну Ну что За что Вы заткнули Данного Человека Ну так Тогда же Уже Жалоба Была Закрыта Нет Ну Меня Попарсили Я перезабрать Я перезабираю Жалобу Почему Я не могу Так Сделать Ну Понятно И че Так Ну Вообще Что Ответить Что Я могу Ответить Ну Хорошо У меня Другой Вопрос Причина Почему Ты Вел Себя Как Уебок В Смысле В Карамысле Ты Зашел На Чужую Жалобу Начал Там Что Выкидывать Какую Хуйню Неотносящуюся К жалобе И Мешал Тем Самым Разбору ЖБ Потом Когда Ты Почувствовал Себя Слишком Охуевшим Ты Начал Затыкать Челик Который Наоборот Жалобу Как раз Подал Жалобу Которую Разбирают У меня Вопрос Вообще Нечего Сказать Ноль Полный Понимаешь Один Перестал Клоунаду Разводить Когда Войсмот Выключил Второй Нахуй Заткнулся Там По 300 Лет Думал Над Ответом Этот Ну Вы Давайте Варны И так Ребята Что Мы Имеем В итоге Трех Долбоебов Один Из них Донатный Спонсор Он Был Снят Со Своей Привилегии Наборный Администратор Который Не разбирал Мою Жалобу А просто Страдал Хуйней Получил Два Варны Третья Свинья Которая Открыла Свой рот Не в тот Момент Не в том Месте Тоже Получила Варны Казалось Каждый Из негодяев Получил По заслугам Но Вы Наверное Как и я Не особо Довольны Результатом Я просто Уверен Что Вы Как и я Реально Жаждете Того Чтобы Ролик Закончился Тремя Пермачами Подряд Но Увы И ах Я не распоряжаюсь Такими Конкретно Решениями Насчет Банов И так Далее У меня Есть лишь Факты На руках И исходя Из них Администратор Который Разбирает Жалобу Уже Принимает Решение Какое Правило Было Нарушено Сегодняшний Донатер В паре С наборным Администратором В очередной Раз Пробили Дно Которое Казалось Получится Не таким Уже Длинным